Добрый вечер. В прямом эфире народной контроли. Я Сергей Гергель. Глобальное распространение COVID-19 отразилось на развитии экономики практически всех стран. В непростых условиях развивается и казахстанский бизнес. Особенно сложно приходится представителям сферы услуг. Это несмотря на то, что со стороны государства в этом году оказаны беспрецедентные меры поддержки. Какова в итоге ситуация на данный момент? Насколько полезными оказались действия властей? И на что сейчас рассчитывают бизнесмены? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня. Гость в студии у нас Вероника Нурпиисова, аналитик-ресторатор. И на прямой связи со студией по скайпу Мунира Ягудина, президент ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Сразу вопрос. Переживет ли сфера услуг, в частности общий ПИД и кинопрокат, новую волну коронавируса? Ваши прогнозы как? Нет, не переживет. Более 90% заведений города Нур-Султан. Но я думаю, все у Казахстана закроются. А вот как готовитесь вообще к новой волне коронавируса? Ну, пока четких, так скажем, рекламаций нет, что будет вторая волна, то есть что нас закроют на полный локдаун. Если нас не закроют на полный локдаун, и будет... Ну, гадать, если не есть, лучше приготовиться. Да, но если будет те же самые условия, которые сейчас есть, то есть с ограничением, то в принципе... Если будет в апреле, в марте. Нет, тогда нет, 90% закроются. Ну, просто нет. И никто не готовится. Почему не готовится? Люди готовятся, мы все это понимаем великолепно, что возможно, что будет вторая вспышка, но... ...в любом случае. Ну, давайте узнаем, как готовятся ли вообще кинотеатры, киноиндустрия. Мунира Шигаповна, как слышите нас? Мунира Шигаповна. Добрый вечер. Какие-то серьезные проблемы со связью, простите. Наверное, не услышали вопрос. Переживет ли очередной локдаун, если он, конечно, будет в том понимании, который, например, был уже в марте, в апреле, сфера кинопроката? Да, видите ли, дело в том, что сфера кинопроката до сих пор и не открыта. В общем-то, как бы мы были в локдауне, в таком и находимся. На самом деле, объявленный 26 октября, открытие кинотеатров абсолютно номинально, поскольку открыто буквально несколько кинотеатров по стране. И говорить о том, что переживем мы вторую или третью волну, ну, я не знаю, мы еще, наверное, мы еще и не выходили из этого состояния. Ну, тем не менее, где-то уже послабление же есть, где-то уже открываются кинотеатры. Поэтому я и спрашиваю, что если вдруг сейчас вам разрешат работать, сможете ли и успеете ли вы подготовиться к новой волне? Да, видите ли, кинотеатры это вообще как такая большая доменная печь. Его очень сложно закрыть и еще сложнее открыть. При тех условиях, что мы порядка уже 7 месяцев закрыты, еще одно закрытие будет настолько обрушительным для кинотеатров, что я не знаю, сможем ли мы пережить или нет. Ну, давайте посмотрим наш сюжет, вот как отразится ковид-19 на сфере услуг. Внимание на экран. Коронавирус негативно отразился не только на здоровье многих людей, но и отрицательно повлиял на малый и средний бизнес. Предпринимателям из разных сфер экономики пришлось заморозить свою деятельность на срок больше полугода. С понедельника кинотеатры возобновили работу в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией. Им разрешили показы фильмов с заполняемостью залов не более 30%. Количество посетителей должно быть не больше 50 человек за один сеанс. Проблемы продолжают испытывать туристические фирмы в силу жестких ограничений по пересечению границ. Многие предприниматели жалуются на несправедливость. К примеру, разрешили работу кафе, баров и ресторанов. А вот фудкорты в торговых центрах по-прежнему закрыты. Им разрешения на деятельность так и не дали, как и детским развлекательным комплексам. Зато бутики с одеждой и прочими товарами открыты. Вероника, давайте поймем сначала ситуацию на данный момент, какая сейчас она обстоит в общепите. То есть, почему одним разрешили работать, другим не разрешили? Ну, почему одним разрешили, другим нет, я не могу сказать, не могу знать. Объясняют это так, что места большего скопления народа, так скажем. То есть, фудкорты, это значит ТРЦ, значит там много народу. И рестораны и бары, они могут быть открыты при условии, что там соблюдается дистанция, санитарные условия и нет никакой антисанитарии. Я вам хочу так сказать, что тойхана, караоке, бильярдные, фудкорты, это составляет порядка 45% от общего числа общепитов вообще в целом. Сколько там человек сейчас занято? Ну, в смысле, должно было быть занято, коль уж они не работают. Ну, давайте возьмем цифры по городу Нур-Султану, это порядка 150 тысяч человек, не меньше. 150 тысяч это вообще? Сейчас не работают. Не работают? Да, сейчас не работают. А чем занимаются? Ну, очень многие перешли в различные сферы. То есть кто-то пошел таксовать, кто-то пошел, я не знаю, там, масло менять в магазин, в магну. Но дома не сидят без дела, в принципе? Ну, дома, в принципе, конечно, стараются не сидеть. Кто-то в стройку ходил, летом где-то что-то колымил, то есть каждый по-разному. Вы понимаете, что повар это так же, как и хирург, у него руки должны быть золотые, то есть он должен резать и так далее. То есть и сейчас у нас повара не возвращаются в наш обратно в общепит, потому что они не видят будущего, не видят стабильности, а не боятся за то, что кормить нужно семьи и не возвращаются в эту профессию. И очень такой большой пласт очень профессиональных специалистов сейчас ушел в другую специальность, в другое направление. Ну, при условии, что они могут вернуться еще? Или уже, как вы думаете, что они не вернутся? Ну, и 100% может быть вернуться 40%, но не больше. Ну, а не покроют ту потребность, которая возникнет? Я думаю, что, скорее всего, нет. Сейчас просто говорят о том, что после всего вот этого каждое второе, третье заведение просто-напросто закроется. Ну, я вам больше скажу, если брать цифры сначала до пандемии и сейчас цифры, то это уже закрыто порядка 40% общепита. Вот, если из оставшихся 60% общепита, я имею в виду из тех 55%, которые из общих 100%, мы же говорим о том, что у нас фудкорты, караоке и так далее, они не работали, мы их убираем. Вот из этой оставшейся у нас 40-45% даже общепита уже опять не работает. Потому что, во-первых, и в главных, уже никогда не будет так, как было раньше. Это понятно, да. В любом случае, что... Нам нужно учиться жить по-новому. Да, конечно. И это, естественно, онлайн-продажи, это онлайн-услуги, это быстрая доставка, это фастфуд. Это единственное, что сейчас держится хорошо на плаву. Но опять-таки, у людей до пандемии были деньги, и люди могли себе позволить заказывать в ресторанах и в кафе еду. Сейчас за 7 месяцев, находясь дома, люди научились сами готовить. Поэтому, конечно, общепит уже такой популярностью, как раньше не пользуется. Но вот судя по Нур-Султану, не скажешь, что онлайн-доставка не пользуется спросом. То есть смотришь доставщики Глова, Яндекса, то есть очень много, которые ходят с ящичками, с этими, и очень распространены. Во-первых, и в главных, давайте начнем... До пандемии такого вот количества их не было. Давайте начнем с того, что доставка в заведении составляет 10-12% от общего оборота, и доставка из 100% занимались у нас только 20-25. То есть все остальные, им пришлось научиться работать на доставку. Это совершенно другая сфера, это не все одинаково, понимаете? Это сандалии и сапоги. То есть это разные вещи. Рынок диктует условия, по которым нужно подстраиваться. Естественно, очень многие переоборудуются, очень многие перепрофилируются. Какие-то, допустим, итальянские, японские рестораны сейчас, конечно, больше уходят в общепит, ой, простите, в доставку, уходят в фастфуд и так далее. То есть мы понимаем, что рынок диктует свои условия, мы должны к этому максимально сейчас приближаться. Вот видите, вы сейчас еще в таком более-менее хорошем состоянии находитесь. То есть вам разрешили работать и... Я вас умоляю. Если нам разрешили... Давайте вот у Муниры Шигаповны узнаем, какое сейчас состояние в этой сфере. Это намного хуже. Это намного хуже. Что нам то разрешают, то нас закрывают. То нам говорят, работаем, то потом пятницу, субботу не работаем. Вы представляете, для того, чтобы открыть заведение, это минимум 2 миллиона тенге только на продукты. И получается, у меня продукты сгнивают за эти два дня, которые нас резко закрыли. То есть мы должны знать заранее, что мы не работаем через 10 дней, чтобы не делать закупы, чтобы... У нас в среднем в месяц порядка миллиона, полутора миллионов тенге уходит только на средства защиты. Это гораздо хуже, когда ты точно знаешь, что тебя не откроют. Нежели то откроют, то закроют. Ну давайте все-таки узнаем у Муниры Шигаповны про ситуацию, которая сейчас именно в кинопрокате. Ситуация в кинопрокате очень плохая, она очень плачевная. Дело в том, что, видите, кинотеатры, это, в общем-то, последнее такое звено в длинной цепочке кинопроизводства как такового. Дело в том, что видно только кинотеатры, а ведь снимается очень много кино, работают и съемочные компании. И на данный момент, в общем-то, затормозилась съемка очень многих фильмов. Голливудские проекты вообще ушли на следующий год. В Казахстане также есть несколько снятых фильмов, которые также не могут выйти на экраны, поскольку понимание того, что чем больше открытых экранов, тем больше будет получен доход с проката. Поэтому, конечно же, на данный момент появились вот такие ножницы. Не могут выйти фильмы, поскольку нет кинотеатров. Кинотеатры не открываются, плохо работают из-за пандемии, плюс к тому, что будет не хватать репертуара. То есть, понимаете, ситуация, она на самом деле очень глубокая и очень сложная. И, опять же, повторюсь, не видя глубину тех серьезных процессов, которые происходят в кинотеатре, наверное, в конечном итоге можно дождаться того, что кинотеатры у них это будут закрываться. Но вы же понимаете, что вы относитесь к очень такой зоне риска, к возражению коронавируса, к большой зоне риска. А с вашей стороны, какие-то были предложения для правительства, для Томикена, может быть, чтобы способствовало именно открытию ваших кинотеатров? По поводу того, что мы опасны, я с вами поспорю, и причем поспорю очень жестко, поскольку кинотеатры... Но это, кстати, не надо со мной спорить, это ученые говорят об этом. Ну, знаете, вот открываешь какие-то интернет-порталы и видишь выступления разного мнения по этому поводу. А с чем они согласны, что большое количество людей в одном месте, в закрытом помещении... Хорошо, давайте вспомним рынок, да? Вот давайте вспомним рынок. Не, подождите, на рынке вы находитесь там 15-20 минут, подождите. Можно мне сказать, по поводу кинотеатров и алгоритмов. На самом деле у нас есть большая команда, группа, которая с первого дня пандемии занимается пропиской алгоритмов, вводов в работу и так далее. Естественно, это все вместе с НПП от Амикен. Принимались очень много шагов. Кинотеатры тоже туда же входят, мы работаем на это. Они без жестких алгоритмов в кинотеатре стоят, очень жестких. Причем все кинотеатры готовы соблюдать эти алгоритмы, понимаете? Согласна, у нас по общепиту не менее жесткие алгоритмы, абсолютно такие же, как у вас. Я все время в рабочей группе нахожусь, с первого дня пандемии. Я знаю, как это все прописывается, мы все это всегда вместе делаем. У нас бесконечные зумы, каждую неделю не один. Поэтому мы все это великолепно занимаемся. Я не хочу спорить с общепитом, простите, я не хочу спорить с общепитом, я просто хочу сказать, что кинотеатры это не опасно. Кинотеатры это такая же огромная, большой колластер, это индустрия огромная. Кинотеатры это является конечным результатом. Точно так же, как и рестораны, мы являемся конечным результатом, то, что вы купили еду и поедете. Кстати, вот сейчас вы озвучили цифру 150 тысяч человек, которые работают именно только в общепите в Нурсултане, и около 5000, насколько я знаю, вообще по всему Казахстану в кинопрокате заняты. Я правильно говорю или нет? Нет, это люди, которые обслуживают кинотеатры. Но у вас же есть актеры, у вас же есть звукорежиссеры, у вас есть казахи. Нет, нет, про кинопрокаты сейчас говорю именно, то есть про кинотеатры. Мы говорим о кинотеатрах, мы кино не снимаем, мы кино только показываем. Поэтому да, более 5000 человек сейчас сидят дома, ждут своей участи, причем вышли немного количества вышли в те кинотеатры, которые открыты. Остальные сидят без заработной платы, без вот этих пособий в 42 тысячи. И самое страшное, что я соглашусь с коллегой-бизнесменом, что неопределенность, она, конечно же, убивает. То есть люди не знают, люди покинули наш бизнес, люди ушли. И сейчас даже при открытии кинотеатра будут очень серьезные проблемы с набором персонала. Люди будут подходить теперь к нашей работе, как к неким, к такому временному нахождению. Но вы, в принципе, я вот тоже с вами не соглашусь, так понимаю, что вы просто на вольные хлеба отпустили людей, я правильно понимаю? То есть если вы кассира можете нанять, а обслуживающий какой-то персонал вы тоже можете нанять с улицы, то технический персонал, я думаю, нужно было вам позаботиться о том, чтобы персонал от вас не ушел. Да персонал технически от нас и не ушел. Ну тогда что вы переживаете? Если персонал занимается тем, что он может работать на аппаратуру. Минутку. Мы не можем, мы не можем, мы не можем закрыть кинотеатр и бросить аппаратуру, понимаете? Она требует постоянного технического осмотра. Она требует постоянных технических, значит, работ с собой. Поэтому, конечно, мы сидим и оплачиваем нашим техническим работникам зарплату. А это наши прямые убытки, понимаете? Ну хорошо, есть кинотеатры, у которых, ну, есть, скажем так, Хорошо, давайте, хорошо, что вот вы конкретно можете предложить, что вот мы безопасны, мы можем работать. Вот как вы вот сейчас парируете мой вопрос, что вы безопасны? Мы безопасны в плане того, что мы можем соблюсти абсолютно все санитарные нужды. Например, какие? Мы можем дезинфицировать залы, мы можем соблюдать социальную дистанцию. Вы понимаете, что 15 минут нахождения в закрытом помещении человека, он заражает все это помещение? Хорошо, у нас есть специальные хорошие бактерицидные аппараты, которые мы приобрели, которые будут моментально дезинфицировать наш зал. То есть они у вас есть? Да. Конечно, мы их приобрели. А вы выходили с этим предложением, что, ну, в смысле, убеждали? Вы знаете, вот сейчас коллега не зря сказала, 150 тысяч работают в индустрии общепита и 5 тысяч работают в индустрии кинопоказа. Уверяю вас, с нами разговаривать никто не хочет. Ну, не так. Наши все предложения откидывают за стороны. Не хотят или вы не хотите разговаривать? Просто тут вот, понимаете, такой вопрос. Нет, нет. Мы несколько раз выходили с предложения. Мы бесконечное количество раз выходили. Мы писали письма во все инстанции, и в Министерство здравоохранения, и с самоврачами, и в Атамике. То есть информация от нас и письма исходили бесконечно. Но получали мы примерно ответы такие. Первое. Это когда будет темно в кинозале, люди начнут ходить и перестанут соблюдать социальную дистанцию. И второй, самый страшный ответ, который мы получали, это что люди могут посмотреть кино дома. Понимаете? Нас просто наш бизнес, нас просто слили другого разговора, другого. Хорошо. Нам тоже говорят, что можно покушать дома, но мы бьемся и не сражаемся. Но вас отрывают, понимаете, кинотеатры даже не отрывают. Да, мы давайте немножко в другое русло. Хорошо. Вот сейчас в данной реалии, что должен понимать предприниматель, когда собирается открывать свое дело, свой бизнес в нынешних условиях? То есть общепит, кинопрокат. Что как раньше уже не будет, нужно следовать абсолютно новым реалиям и условиям, обязательно соблюдать все нормы и меры. И переходить максимально на онлайн бизнес. И самое главное, вы знаете, все это отлично. Кинотеатры, рестораны. Сегодня у нас была очень долгая беседа и с главным сам врачом и так далее. То есть мы понимаем, что вторая волна коронавируса движется. И у меня большая просьба. Прежде всего люди, наш казахский народ к вам. Если вы чувствуете, что вы болеете или вы себя плохо чувствуете, не нужно идти в ресторан, пить пиво и так далее. Сейчас, дай бог, что кто-нибудь приготовит программу, как в России по QR-кодам, человек прошел и по коду видно, с инфицированными людьми он общался или не общался и так далее. Потому что был случай, прецедент уже, что человек заразился коронавирусом и оказалось, что он был в заведении. Представьте, сколько. И он знал, что он общался с людьми, которые болеют коронавирусом. Это очень важно, чтобы человек начал с себя. То есть ответственность персональная должна быть? Прежде всего на нас. Бизнес умирает, естественно. Бизнесу с 10 до часу ночи, я объясню. Это время, когда мы получаем до 40% оборота наших средств. В это время мы не можем работать, но работают подпольные заведения. И тем, что мы закрываем сейчас общепит, мы великолепно знаем, что даже во время жесткой пандемии у нас работали заведения в городе. И это не секрет для всех. Это вот мы конкретно говорим про Нур-Султан. Нам нужно понимать, что нужно дать нормальные, адекватные условия. Те преференции, которые нам были от государства по налогам, они не все соблюдаются. Но время ограничено нашей программой. Я хотел бы подытожить. Ничто не стоит на месте. Мир эволюционирует, условия меняются. Нам необходимо быть гибкими, не бояться к ним адаптироваться. Вы смотрели «Народный контроль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok